Вы, конечно, хотите в Индию съездить. Я бы тоже хотел бы съездить в Индию, однако это что-то у нас какие-то проблемы с денежными средствами. Поэтому мы не можем в Индию съездить. Но сегодня сейчас Индия пришла к вам. Та самая моя любимая Индия. Перед этим были другие индийские выставки, но с этим я знаком очень-очень давно, потому что первый раз Индию привез. Кто? К вам лично. Дядя Леша. То есть куда приехала Индия? В гостиный двор. Где конкретно вход в гостинку со стороны Урала. И направо. И вот она Индия. Сказочная, прекрасная и в Магнитогорске. К слову об Индии. Эту страну на протяжении пяти тысяч лет устремлялись караваны для специй и украшений всяких. Итак, вернемся на круги своя. Что же то, что здесь есть? Есть здесь замечательные ювелирные изделия. По одной простой причине. Ювелирные изделия здесь правильные. Где бы вы могли найти такие в стране? Да нигде, естественно. Почему все это дело не в золоте? Потому что золота очень много. Просто люди считают, что золото такой драгоценный материал. По сути, золота много в действительности. А вот серебра, серебра мало. То же самое покупаете и здесь. А если вы хотели бы увидеть янтарь, то янтарь это не только Россия. Потому что история началась не в России, это точно. Теперь о качестве Индии поговорим. Да изумительно все. А зная Индию в лицо, я-то знаю, дешевизна и уровень радует. Она растет из года в год. Молодцы, да и только. А если вам что-то непонятно, то есть правильные консультанты. Они вам все покажут и расскажут. И при желании, да и вообще. Русский человек, которому Индия дорога настолько, что он смог привезти всю выставку. И может быть что-то вам и продать. Потому что любят Индию. И в Магнитогорске-то точно. Так вот, где все это дело находится? Прямо за моей спиной. Костяный двор. Чтобы это было легко для вас найти, заходите прямо и направо. И то самое место. Тот самый Индия, которая дарует все. И она работает только для вас.